Долг платежом красен. Отдолжив деньги знакомому, другу или, скажем, родственнику, всегда есть риск остаться ни с чем. Если вы решили одолжить кому-то деньги, стоит правильно оформить такие отношения. Это первое, о чем говорят специалисты в области права, когда попадаешь к ним в офис с данным вопросом. Сумма займа, его срок, порядок возврата, периодичность, условия и даже место – все это указывается в договоре займа. Договор составляется профессиональным юристом. Нотариус выясняет волю, действительную волю сторон, их полеизъявлений. Грамотно формулирует условия сделки, прописывает в договоре. Разъясняет права и обязанности сторона. Для чего? Для того, чтобы предупреждать заблуждение сторон в отношении природы сделки. Расписка, кстати, в данном вопросе не так эффективна, нежели документ, заверенный нотариусом. Она, конечно, подтверждает передачу займа между лицами, но этот факт еще нужно будет доказать в суде. А вот нотариально удостоверенный договор займа – аргумент весомый. С ним дело до суда не дойдет. И в случае, если должник откажется возвращать деньги, вопросом займутся судебные исполнители. Нотариальный тариф составляет шесть базовых величин. Он не зависит от суммы займа, он всегда одинаковый. Но этот нотариальный тариф включается в общую сумму взыскания задолженности и взыскивается с должника в пользу взыскателя. Одолживать можно как белорусские рубли, так и иностранную валюту. Подписанный договор займа вступает в силу с момента передачи денег. То есть, если человек передумал давать в долг уже после подписания договора, заоставить его передать деньги нельзя. Есть нюанс в отношении составления договора займа людям, которые не являются гражданами Беларуси. Здесь необходимо не только участие нотариусов, но и специалистов Национального банка Беларуси.